Слава нашему Господу, братья и сестры! Господь нам даровал возможность быть в служении и слышать Его Слово, петь для Него, прославлять Его Имя. Вы знаете, когда-то в своем доме я проснулся рано утром и вышел на кухню посмотреть в окно и увидел, что прямо возле нашего дома, близко, стоял большой и красивый олень. И он у нас такая тупиковая улица, кулдысак такой, и он стоял и пытался перепрыгнуть через забор. И этот забор не был сильно большой, 6 фит для такого оленя ничего не значит. И вместе с тем он не знал, что будет за этим забором. И он долго так туда и сюда так намеревался и пытается прыгнуть. Но я знал, что за этим забором была большая такая яма, куда стекала вот эта вода с крыши, с асфальта, storm pond, так мы называем. И я знал, что там большие камни, и наверняка, если он прыгнет туда, то может пораниться. Я скорее выбежал из дома и так напугал его, чтобы он побежал в другую сторону. И он так и сделал. Он убежал, не зная, как дальше его судьба. Но вы знаете, даже для такого животного, который может преодолеть 8 фит, любой заборчик, препятствие для него не проблема, он стоял и боялся. Он не знал, что будет дальше. Он смотрел на этот забор и боялся его перепрыгнуть. И вы знаете, сегодняшняя тема, которой я хочу поделиться, это о страхе. Страх, который преследует нас, людей. И вы знаете, есть в Евангелии от Матфея, в 7 главе, интересные такие стихи, где Иисус Христос рассказывает о двух основаниях, которые должны быть в жизни людей. Вернее, одно из них должно быть, а другое нет. И я хочу прочитать их, коротко напомнить, 7 глава Евангелия от Матфея, с 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Братья и сестры, здесь мы знаем о том, чему учит это Писание. Оно говорит о том, что мы должны исполнять Слово Божие. И тот, кто исполняет, уподобляется мужу благоразумному. Но вы знаете, так рассуждая о страхе, которым пребывают порой люди, я думаю, что оно очень похоже. И можно сделать сравнение с этим. Человек, который живет в страхе, он похож, как этот человек безрассудный, который построил дом и очень боится, и на него малейшее дуновение ветра, и он падает, он разрушается, нет устройства какого-то, нет мира, нет успокойствия в сердце, как человек безрассудный. И наоборот, человек, который имеет веру, который удаляет всякий страх своего сердца, он похож на человека благоразумного, который построил свой дом на камне, который не боится ветра, не боится переживаний, не боится изменения времени, который может прийти и налечь на этот дом, и употребить свои силы на него, но он преодолевает все это. Человек веры и человек страха. Две разных личности, два разных человека, и как часто оно переплетается в жизни нас с вами. Мы знаем, что есть два вида страха. И первый страх – это позитивный страх. Страх, который, ну, каким-то образом удерживает нас от того, чтобы нам не сделать какую-то глупость или не сделать чего-то такого, что будет нам во вред. Это позитивный страх. Или чувство какого-то самосохранения, что ли. Никто из нас не пытается взять огонь в свою руку. Правда же? Мы боимся это сделать. Мы понимаем, что он будет нас жарить, и нам будет больно, нам будет неприятно. Мы никогда не идем по краю пропасти, потому что понимаем, что мои ноги могут поскользнуться и упасть. У нас есть какой-то страх. Страх самосохранения. И это позитивный страх. Добрый страх, который удерживает нас от чего-то нехорошего. Мы никогда не возьмем змею в свою руку. Правда же? Мы понимаем и боимся, а вдруг она ядовитая, а вдруг она так извернется и меня ужалит, и я буду страдать от этого. Но есть другой вид страха, который недобрый страх, который приносит что-то злое, нехорошее. Я его называю, что есть определенный дух страха, демонический. Он не приходит от Бога. Он приходит от врага душ человеческих, и он пытается внести этот страх в сердце любого человека. Этот страх, он терроризирует нашу душу. Он мучает ее. Человек не может спать спокойно. Он ходит, переживает каждый день. Он думает о том, что произойдет, или что было, или что будет. Он мучается в душе своей. Он терроризирует его. Этот страх просто порой парализует человека. Ну, мы так скажем в моральном смысле слова. Когда он не может ничего делать, он боится. Панический страх. Демонический страх. Вы знаете, мы все верующие люди, мы понимаем, что с нами есть Бог, но иногда даже верующие люди подпадают под это действие того недоброго духа, страха, который приносится в сердце человека. И он не может спокойно двигаться вперед. Он не может двигаться дальше. У него что-то нарушается в жизни. Сегодня у нас непростое время, но мы не говорим только об этом времени. Я говорю о любом виде страха, который люди сегодня живут. Я встречал одну сестричку, которая ходит в церковь, и она десятками лет уже не ездит на машине, потому что когда-то она попала в аварию, и с тех пор в ее сердце страх. Она боится сесть за руль. Она боится машины. Она удаляется от этого. Это не Божий страх. Это не позитивный страх. Это страх, который действительно мучает, не дает мира и спокойствия. И каждому человеку необходимо преодолевать любой вид такого страха, который приходит в жизнь его. Вы знаете, сегодня я бы хотел сказать пять таких моментов о том, как преодолевать страх. Недобрый страх, нехороший страх. И самое первое, о чем я хотел бы сказать в послании Иакова, в 5 главе 16, извиняюсь, это будет послание, первое послание Иоанна. Давайте откроем вместе с вами первое послание Иоанна. Первая глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы знаем этот стих. Он для нас очень хорошо известен. Он говорит о грехе. И я сегодня хочу сравнить вот тот недобрый страх на уровне греха. И нам нужно исповедать это перед Богом. Это первая ступень, к которому каждый человек должен подойти и сказать, «Господи, у меня есть это состояние». Почему оно сравнивается с грехом? Потому что страх демонический, он демонический, он не Божий, он противодействует Божьему. Любой страх, он отторгает от Бога, отталкивает от Бога. И наоборот, мы говорим, что вера приближает нас к Богу, вера ведет нас к Иисусу Христу, а страх отталкивает. Значит, это что-то противоположное, совершенно неправильное и нехорошее, и это есть греховное. И нужно исповедать это перед Богом, рассказать Ему о том, что у меня это есть. Я переживаю, и я думаю об этом. И Господь может освобождать и очищать нас от этого. Второй момент, который я хотел бы сказать, что необходимо нам каждому узнать корни своего страха. Откуда они пришли? Пришла ли эта проблема из прошлого? Что-то случилось когда-то, и оно действительно сегодня до сих пор меня мучает. Оно приносит мне неспокойствие. У меня нету мира, нету покоя, и я обязан освободиться от этого. И я должен увидеть это, узнать и разуметь, что это, и откуда оно пришло, для того, чтобы принести в свет Иисуса Христа, дабы Он мог очистить и освободить нас от этого страха. Иногда проблема – это страх будущего. Мы не знаем, что произойдет завтра, и мы действительно не знаем, что произойдет. И вы знаете, у страха глаза велики, так говорят люди. И сегодня мы не имеем в стороны для того, чтобы, потому что боятся, что будет завтра. А что будет завтра? И сегодня нас страх толкает на самые крайние меры. Я понимаю, есть какие-то моменты предосторожности, есть какие-то моменты, когда нам необходимо что-то купить, возможно, запастись в каким-то мере. Но когда сегодня люди забегают в магазин и сметают все подряд, все, что там есть, не зная о том, что будет завтра, это страх, который толкает их на такие действия. В душе нету мира, нету спокойствия. Я понимаю, что бывает иногда это не проблема, которая где-то была, но приходит, ну, можно так сказать, это стрела лукавого, атака сатаны, который пытается разрушить твое сердце, разрушить твой мир, разрушить твое состояние доброе, которое ты сегодня имеешь в Иисусе Христе. И как важно, чтобы в тот момент, когда приходит этот страх, противостать именем Иисуса Христа, запретить всякому страху и стать перед Богом чисто и свободно, чтобы Бог мог благословить. Приглашайте Иисуса Христа, чтобы Он помог вам установить, увидеть ту ситуацию, ту проблему, которую мы сегодня порой переживаем. Третий момент, о котором я хотел бы сказать, что необходимо обратить внимание на возможности, а не на проблему, которое сегодня случается. Вы знаете, я вспоминаю время, когда несколько лет назад в нашей церкви было трудное время, и очень много людей как бы впадали в такой страх, переживание какое-то, которое приходило в их сердце. И вы знаете, многие думали, как же избавиться, а это была хорошая возможность, чтобы тем людям, которые сегодня не живут свято и чисто перед Богом, освободиться, покаяться в своих грехах и получить мир и спокойствие для своего сердца. Ушел страх, ушло всякое переживание. Иногда Бог посылает что-то, что нас может научить чему-то, научить чему-то лучшему. Мы можем подняться и выше подняться этой проблемой, потому что Бог нас учит терпению, Бог нас учит, ну, каким-то добрым качеством, чтобы мы могли через это время, через эту ситуацию, через эту проблему научиться тому, к чему Бог в нас ведет. Он не посылает нам этот страх, но в этой ситуации, в которой мы оказались, Бог желает нас вывести на новый уровень, чтобы мы научились в этой ситуации жить лучше, жить по вере, жить с Богом, жить с Иисусом Христом и поступать по Его Слову. Я не так давно разговаривал с одним братом, и он два часа по телефону рассказывал мне о своей жизни. В его жизни была одна авария, тяжелая авария, серьезная авария. Он был на волоске от смерти, и в своей жизни он после этой аварии, он увидел, что что-то поменялось в его сердце. Бог его призывает к лучшему, Бог его направляет к лучшему, и вместо того, чтобы, ну, как бывают люди, падают в отчаянии, вот такая авария, вот машина разрушена, и что мне будет дальше? Он, наоборот, знаете, ободрился. Он стал таким проповедником, он стал рассказывать людям о Боге, и Бог даже стал его использовать для того, чтобы посылать его к таким людям, которые сегодня не принимают Бога, которые сегодня отталкивают Бога, и порой даже в церковь ходят, но они сами не каются, не живут с Богом. Бог стал его посылать к этим людям. И он простой человек, простой брат, приходит к этим людям и начинает им свидетельствовать, рассказывать им о Боге. И Бог действительно стал делать работу через него ради этих людей. Бог использовал этого человека. Почему? Потому что он вот ту возможность употребил. Да, была авария, да, что-то было разрушено в физическом мире, но он направил эту возможность в лучшее, к Богу приблизился, и Бог его благословил, Бог стал его использовать. И это важно, чтобы каждый человек обращал внимание на возможности, а не на проблему. Сегодня непростое время мы переживаем, и это прекрасная возможность сегодня свидетельствовать, говорить людям о Боге, говорить им о том, что в надежде есть в Боге нашим сильным, могущественным, который может тебе помочь, который может тебя поддержать. Сегодня есть больные люди. Мы можем утешить их, мы можем принести им надежду. Это возможность. Пусть Бог поможет нам в этом, чтобы мы и это умели делать в своей жизни. Четвертый момент, следующий, я хотел бы обратить внимание на то, что мы должны действовать, несмотря на какие-то чувства страха, которые приходят. Действовать. Действовать в вере, стараться приблизиться к Богу. Вы знаете, мы живем в теле человеческом, закон греха и смерти все равно остается в нас. И время от времени может подходить какой-то страх, потому что мы в теле. Но у нас есть новая природа. С нами живет Христос. В нашем сердце живет Бог, Дух Святой. И Он никогда не оставит нас. Он не покинет нас. Он будет рядом с нами. Пророка Исаии есть такие слова. Я хочу их зачитать. 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Господь говорит, что Он не оставит нас. Он будет рядом с нами. Он будет просто находиться в той ситуации, в той проблеме, которая приходит. И Он удалит этот страх. Он уберет его. Но нам нужно идти, действовать, обращаться к Богу. Вы знаете, сегодня так много переживаний в людях. И вы знаете, когда приходит страх, мы должны ободрять человека. Мы должны ободрять друг друга. Я сегодня не хочу смотреть Вайбер. Я сегодня не хочу смотреть какие-то сошел-мидиа. Там много страха. Там много паники. Там много какого-то негативизма. Все чего-то боятся. Все куда-то бегут. А где вдохновение? А где ободрение? А где стихи из Библии? Когда мы говорим, Бог с тобою. Он не оставит нас. Он нас поддержит. Он нас проведет. Где наша надежда? Где наше упование? Сегодня мы обязаны ободрять друг друга. Поддерживать друг друга. Благословлять именем Иисуса Христа. К этому призывает нас Бог. Сегодня это точно такая же ситуация, как если бы мы пришли к больному. Ну, представьте себе, мы придем к больному и будем говорить, ну, знаешь, все равно ты умрешь. Все равно с тобой будет что-то нехорошее. Ну, ты же больной, ну, что с тобой будет? Ну, и что это будет за утешение? В каком состоянии будет этот человек больной? Так сегодня так само. Когда люди находятся в каком-то страхе, мы обязаны поддержать их, помолиться за них. Брат, я буду молиться за тебя. Тебе непросто, тебе нелегко. Но я рядом с тобою. И Бог с тобою. Он поддержит тебя. Добросит тебя Бог. Сколько больше приносит эта сила вдохновения, ободрения, действия, а не пассивности, действия доброго, а не действия негативного, которые мы можем приносить в жизни человека. Пусть Бог поможет нам в этом. И последний момент. Вы знаете, я хочу обратить внимание на то, что нам нужно ожидать большего от Бога. Наш Бог велик. Наш Бог всемогущий. Наш Бог сильный. Он намного сильнее любой какой-то проблемы, маленькой или большой. Он намного выше этого. Он намного выше для него. Нет ничего невозможного. Как сегодня мы, люди, мы можем уповать на такого Бога, идти к Нему и говорить, Боже, дай мне эту силу. Прибудь со Мною. Наполни меня своим миром, своей любовью, своим вдохновением. Дай мне переживать тебя. Сегодня прекрасная возможность вставать на колени и соединяться с Ним. Потому что Бог говорит, я с тобой в трудности. Если ты пойду и долину, и смертные тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со Мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Бог выше всего этого. Бог выше любой проблемы, любого страха. Обращайся к Нему. Это сила, это могущество, это благословение. Оно будет приходить в твое сердце. Оно будет наполнять твою душу. Оно обязательно придет. Оно не пройдет мимо. Да благословит Господь. Твое сердце. Брат и сестра. Обращайся к Нему. Удаляй этот страх. Побеждай его. Крови Иисуса. Двигайся к Богу. Обретай эту веру. Вера отслышания. Открывай свое слово. Вы знаете, не так давно мы начали с подростками общаться. И мы открыли тоже маленькую страничку на этом сошел-миди. И мы им говорим, друзья, пишите свое слово. Что вы прочитали? И знаете, некоторые так захватились этим. Они каждый день пишут на этой страничке вайбер или того снэпчат, что они там имеют, стих с Библии. Говорит, мне Бог вот это сегодня показал. А другая пишет, а там мне вот это вот. А третья пишет маленькое свидетельство. И знаете, так приятно. Думаешь, Господи, эти подростки, 15, 13, 14 лет, слушайте, а у них вера такая в сердце. Он говорит, мне так стало нравиться Библию читать в утром. In the morning. Я открываю ее. И так приятно. Я, говорит, целый день хожу. Оно меня вдохновляет. Оно приносит что-то доброе. А мы сегодня наоборот в другую сторону кидаемся. Давайте в слове пребудем. В Боге живом. В молитве. Прославлять Его имя. Бог с нами. Он нас поддержит. Он нас проведет. Пусть Бог благословит нас. Да будет Ему слава за все. Аминь.